Коллективный Запад не покидает попыток снизить уровень интеграционного взаимодействия в Евразии, а когда речь идет о давлении на нашу экономику, то удар нацелен еще и на благосостояние белорусских граждан. Санкции есть, и это данность. Более того, они стали уже частью нашей жизни. Веден очередной комплекс мер против нас. Несмотря на то, что они будут иметь определенный негативный эффект, нам нужно продолжать жить. И спокойно трудиться, сохранив динамику работы отраслей нашей экономики. И хотел бы поэтому услышать сегодня не столько оценки возможных последствий, сколько предложения по минимизации их влияния и ответным мерам, которые вам было поручено подготовить. Я уже говорил, что сейчас один из самых непростых этапов жизни страны. Стабильность изнутри с целью изменения государственного строя. Но, невзирая на эти и другие вызовы, необходимо не допустить ухудшения основных экономических показателей. И самое главное – защитить людей, сохранить их благосостояние. Эта задача касается в буквальном смысле всех присутствующих. Поэтому мы в таком широком составе сегодня и собрались. Санкционные игры ни в коей мере не должны отразиться и на предстоящих наших внутриполитических событиях. Рано или поздно мы выйдем из этой гонки санкций, антисанкций. Но пока вынуждены отвечать на продолжаюшееся давление. Наши контрмеры не нацелены на какую-то мелочную месть. Задача – использовать сложившиеся условия нам во благо. Во-первых, повторюсь, не должны пострадать люди. Здесь вопрос следует рассматривать минимум с двух позиций. Насыщение рынка необходимыми товарами и недопустимость роста цен. Категорически предупреждаю всех присутствующих о необходимости соблюдения обоих условий. Жизнь показывает, что как только намечается дефицит, тут же оживают серые, как мы их называем, схемы. И разного рода дельцы, которые встраиваются в разомкнутую цепочку движения продукции. Сейчас жуликов, желающих заработать сверхприбыли, не меньше. И Комитет госконтроля в одиночку с этим не справится. Опыт наших соседей тоже подтвердил, что санкционная продукция найдет каналы проникновения и появится на рынке, только уже по другим ценам. Мы десятки лет целенаправленно вкладывали огромные средства в развитие агропромышленного комплекса и производство товаров народного потребления. И люди нас не понимают, если, приходя в магазин, видят мировые цены на отечественную продукцию. Да что тут говорить про какие-то санкции? Давайте разберемся без всяких санкций в наведении порядка в нашей стране. Меня постоянно информируют, вот сегодня очередной доклад. Сколько раз Министерству сельского хозяйства и губернаторам поручалось навести порядок с закупкой кормовых добавок, премиксов и прочих и так далее. Ну и что? Тысячи закупщиков и миллион прокладок между ними и колхозами, совхозами или какими-то предприятиями. Я не понимаю, а чего вы ждете от меня? Меры будут жестокие.